Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конец палки помещаем в место перекрещения веток Собираем вот такую конструкцию Для надежности соединяем элементы с тяжками В узком проходе острые колья задержат зомби и помогут выиграть немного времени Для следующего лайфхака по спасению нам понадобятся овсяные хлопья, яблоко и банан Режем банан на кусочки, перекладываем в тарелку с хлопьями Перемешиваем, разминая банан вилкой Добавляем натертое яблоко Кладем немного семечек и изюма Еще раз все тщательно перемешиваем Выкладываем массу на пищевую фольгу Выравниваем ножом Режем на небольшие квадратики Отправляем в духовку Выпекаем 15-20 минут Снимаем пробу Ммм, вкусненько А главное полезно и питательно Вкладываем лакомство в зип-пакет Аварийные печеньки на случай зомби-апокалипсиса готовы А теперь расскажем, как собрать комплект Последний шанс и обеспечить себя правильной едой на случай атаки зомби Обязательно сложи в рюкзак питьевую воду Кладем наши витаминные злаковые печеньки Рации для связи с другими выжившими Мясную консерву Мыло Гигиена – это важно Влажные салфетки Фонарики Электричество будет в дефиците Крекеры Спички Пауэрбанк Суперклей Оптечку первой медицинской помощи Вермишель быстрого приготовления Зажигалку Тревожный рюкзак собран Такие минимальные запасы помогут вам обойтись без помощи несколько дней И спланировать свои дальнейшие действия Твой дом уже не твоя крепость и нужно действовать очень осторожно Из-за каждого угла тебя может атаковать кровожадный зомби Он вцепился мне прямо в руку Расскажем, как защититься от укусов зомби, если под рукой есть только пустая пластиковая тара и старые журналы Цветной глянец используем для защиты рук Для этого оборачиваем журналом предплечье Фиксируем защиту широким скотчем Вторую руку тоже защищаем журналом Первое правило зомби-апокалипсиса Не быть укушенным Руки защитили, переходим к ногам Берем небольшую пластиковую бутылку Намечаем места надрезов Канцелярским ножом срезаем дно и горлышко бутылки Разрезаем бутылку вдоль Дыроколом пробиваем отверстие по краям Вставляем шнуровку Проще всего зашнуровать защиту сразу на ноге Шнуруем, как обычный кроссовок Пластиковое голенище не мешает при ходьбе И плотно обхватывает ногу Теперь мы готовы ко встрече с целым отрядом зомби-хищников Если ты не можешь в одиночку справиться с нашествием зомби Подруга придет к тебе на помощь Она подкрадывается сзади и ловит нежить огромным сачком Осталось только оттянуть зомби от его жертвы и все Подруга спасена Для изготовления такого сачка нам понадобится рыбацкий садок и две пластиковые трубки Одной из секций садка отрезаем ножницами Для крепления ручек используем пластиковые стяжки Чтобы сачок можно было держать одной рукой, обматываем трубы скотчем На время зомби обезоружен Как говорят, птичка в клетке А вместо привычного дробовика из фильмов используем для обороны дубинку с острыми зубьями Для ее изготовления понадобится бейсбольная бита Сгибаем вилку вот так Крепим на биту Далее нам понадобится веревка Крутим биту вокруг оси и наматываем на нее веревку Оружие массового поражения зомби готово Интересно, кто из них осмелится напасть на меня первым? Когда паника переходит в отчаяние, ты готова звать, кричать от страха Тсс, не шуми Громкие звуки привлекут сюда толпу зомби Но как же нам тогда общаться друг с другом? Нужно придумать условные жесты для сигналов И составить для себя краткий разговорник Ты можешь использовать жесты международного дактильного алфавита Или придумать словарь жестов, понятный только вам двоим Главное научиться общаться максимально бесшумно В схватке с ходячими мертвецами Не стоит забывать, что они еще могут и ползать И пока ты сражаешься С теми, кто передвигается на своих двоих Коварные зомби атакуют снизу Хорошо, что мы продумали все наперед И защитили ноги от смертельных укусов Нам понадобится пара резиновых сапог Далее собираем по дому гвозди и другие металлические детали Горячим пистолетом крепим их к поверхности сапог Делаем острые шипы, приклеивая гвозди шляпкой вниз Сапоги с металлическими шипами не по зубам даже самому голодному зомби Можно не беспокоиться о ногах и отбиваться от зомби Которая вот-вот вцепится тебе в глотку Как же меняет людей обычный укус зомби А ведь совсем недавно мы еще дружили И как вовремя приходит подруга и переключает внимание на себя Мамочки, почти сразу же зомби впиваются ей в горло Но о таком развитии сценария мы тоже позаботились заранее Берем отрезок ткани и крышечки от бутылок Просверливаем по краям 4 отверстия Далее нам понадобится тонкая проволока Скрепляем крышки проволокой Соединяем крышки так, чтобы получились две цельные металлические плашки К краям ткани крепим липучки Используем горячий пистолет Приклеиваем крышки Вовремя надетый на шейник кольчуга Может стать настоящим спасением при встрече с зомби Для следующего лайфхака по спасению нам понадобятся кексы Снимаем бумажную формочку и крошим кексики в глубокую тарелку Добавляем сгущенное молоко Перемешиваем Формируем овал из двух половинок Затем берем белую мастику Скатываем длинную колбаску Украшаем мастикой форму из кекса Выкладываем колбаску змейкой Со второй половинкой проделываем то же самое Берем малиновое варенье Красим извилины в красный цвет Любимое лакомство зомби готово Накрываем стеклянным куполом Чтобы запах сладких свежих мозгов Не привлек внимание зомби раньше времени А теперь нам понадобится бюстгальтер С двойной застежкой Растегиваем спереди Застегиваем половинку бюстгальтера вот таким образом Крепим лямку Пришиваем второй конец лямки вручную То же самое проделываем со второй половиной бюстгальтера Откладываем маски в сторону И делаем зомби ловушку Нам понадобятся отрезки веревки Выкладываем веревки на пол Сверху кладем веревки поперек Связываем веревки узлами Чтобы получилась огромная сетка Готово Крадемся в комнату До которой зомби еще не добрались Ставим на стол угощение для зомби Для защиты от инфекции и запаха гнили Используем маски из бюстгальтера Снимаем стеклянный колпак Быстро убегаем Сейчас эта комната будет просто кишить мертвецами Запах сладких мозгов действует на зомби Как мощный электромагнит Ждем пока все зомби соберутся в одном месте И накрываем их сеткой-ловушкой И пока ходячие трупы выбираются из веревочной паутины Ликвидируем их точными выстрелами Отличная работа У этого мира есть шанс на выживание Но с зомби апокалипсисом не покончено Эпидемия продолжается и по улицам в поисках свежих мозгов Бродят целые толпы зомби Выбраться из города поможет карта Чтобы не включать свет и не привлекать внимание Используем специальные очки с фонариками А может нам стоит переехать на другой континент? Знать бы наверняка в какой стране выживших больше, чем зомби Чтобы сделать такой аксессуар с подсветкой Нам понадобятся очки и два карманных фонарика Белевую резинку склеиваем колечком Надеваем резинки на дужки очков Крепим фонарики Готово Если батарейка на фонарике села Используем портативную свечку со встроенным поджигом Нам понадобится металлическая коробочка и свечки Вынимаем фитиль Горячим пистолетом крепим фитильки к коробке Свечку растапливаем в микроволновке Растопленный воск выливаем в коробку Для обустройства крышки берем небольшой листочек Крепим бумажный кармашек на термоклей Вставляем спички От спичечного коробка отрезаем черкалы Приклеиваем к крышке С такой волшебной коробочкой ты сможешь зажечь свечку Даже если в кармане нет спичек или зажигалки Ведь все нужное для добывания огня уже внутри коробки Очень удобно Запасы еды на исходе Долго мы не протянем Придется покинуть наш дом Девочки забираются на чердак Где хранится большой тревожный чемодан И готовятся покинуть ставшее не очень гостеприимным жилище Так, посмотрим, что у нас здесь Пила на рукавнике с гвоздями Веревка О, перчатка с когтями Ну что же, еще не все потеряно Раскидав все самое необходимое по рюкзакам Они торопятся к выходу Но будьте осторожны Зомби где-то рядом Пробираясь через городские развалины И самое главное, не столкнуться с ходячими мертвецами Они просто заполонили полуразрушенный город Девочкам необходимо пройти через здание Но риск слишком велик Здесь их целая толпа Ищем пути обхода Может, воспользуемся навигатором? Ах, ну да Очень смешная шутка Телефон сел еще три дня назад Придется советоваться с картой Кажется, путь найден Здесь все чисто Проходим Эта узкая тропинка приведет их прямиком к зданию А теперь расскажем Как изготовить портупею Которую ты, конечно же, заметила На одной из наших храбрых девчонок Для начала нам понадобится Широкий ремень с кольцом и карабином на концах Фиксируем ремень вокруг талии Берем кусок ременной ленты Перетягиваем тело наискосок Подшиваем ленту вручную То же самое проделываем со второй лентой Должны получиться вот такие подтяжки Еще одну ленту пришиваем Создавая на ней петельки Цепляем металлический карабин Отрезком ленты обтягиваем ногу Продеваем ленту в полукольцо Свисающее с пояса Идеальное место для оружия Портупея вместит на себя Большое количество необходимого снаряжения И смотрится такой аксессуар очень стильно Выглядишь просто как Лара Крофт Наконец-то девочки добрались До заброшенного здания Но действовать нужно очень осмотрительно Например Не наступать на пустые банки Громкий звук, как колокол Привлекает всех зомби в округе Быстрее прячемся Девочки пробираются к дальним комнатам здания До которых зомби еще не добрались Нужно переобуться Хорошо, что мы позаботились об этом заранее И взяли бесшумные стельки Обводим на картоне и вырезаем подошву обуви Берем мягкие мочалки Горячим пистолетом крепим их к картону Лишнее обрезаем Делаем тапочек для второй ноги Затем берем широкую резинку Горячим пистолетом приклеиваем края резинки к подошве Крепим мягкую стельку из фоамирана В таких мягких поролоновых тапочках Можно не только убежать от зомби Но и мимо ежика проскочить незамеченными Но стратегия бесшумной ходьбы терпит крах Когда девочки понимают, что наткнулись на комнату, в которой слишком много зомби Мамочки, и откуда их столько? С таким количеством мы точно вдвоем не справимся И чего вы здесь все собрались? Вам что здесь мозгами намазано? Нужно искать обходные пути И заодно подумать про вооружение Проверим, что у кого есть Молоток? Неплохо А у меня перчатки модели Росомаха Такими коготками можно уничтожить ни одного зомби Берем небольшое стекло, смазываем его кремом Рисуем термоклеем вот такой овал Берем острые металлические спицы Горячим пистолетом крепим их к основанию из термоклея Снова используем термопистолет и крепим спицы к перчаткам Готово! А вот руки можно защитить рукавами с гвоздями Берем деревянные бруски и длинные гвозди Намечаем расположение гвоздей, размещая их в шахматном порядке Забиваем по самую шляпку в дерево Черную широкую резинку закрепляем при помощи термоклея Надеваем на руку Вот и все Зона предплечья под надежной охраной Вооружены и очень опасны Похоже, один из зомби все-таки отбился от своей стаи Но с этим доходягой мы справимся в легкую Набрасываемся на мертвеца и вмиг справляемся с ним Смотри, из него, кажется, вывалились внутренности Чтобы зомби приняли их за своих, девочки решают замаскироваться Вонь кишек зомби отобьет человеческий запах И они смогут незаметно пройти через комнату, кишащую живыми мертвецами Другого выхода из здания девочки, к сожалению, не нашли Фу, какие же они мерзкие, эти зомби Как снаружи, так и внутри Чтобы окончательно сбить мертвецов с толку Понадобится резиновая перчатка и вата Набиваем перчатку ватой В качестве держателя вставляем проволоку С помощью акриловых красок Придаем перчатке цвет кожи зомби Тенями для век рисуем пятна разлагающихся тканей Крепим рукав от старой рубашки И измазываем рукав красной краской В роли внутренности зомби – красный лизун Растягиваем лизун, как кишки И подруги аккуратно пробираются между блуждающих мертвецов Ребята, здесь все свои И незачем на меня так смотреть Фух, ну наконец-то выход Мне казалось, это никогда не закончится Весело болтая друг с другом, девчонки направляются к лесу Пожалуй, им стоило обернуться Ведь зомби идут по их следам Вдруг из-за елки выпрыгивает девушка И настроена эта выжившая весьма недружелюбно Оказывается, поначалу она приняла подруг за зомби Но раз мы все выяснили, дальше пойдем вместе Втроем все-таки не так страшно После долгого похода по лесу девушки устраивают привал Так хочется пить Упс, похоже, воды ни у кого не осталось Уставшие они ищут по карте ближайший родник И снова выдвигаются в путь Уйти далеко им все же не удастся Неожиданно выскочив На них нападают мертвецы Мамочки, бежим скорее Чтобы сбить зомби со следа, подруги зажигают дымовые шашки Такое дымовое шоу мертвецам точно не снилось Как слепые котята, они блуждают внутри дымовой завесы И не понимают, куда скрылись их жертвы Девочки обмениваются впечатлениями и подсчитывают урон О нет, кажется, новенькую ранили Хотя, возможно, это вовсе не укус зомби И все еще обойдется Подруги обрабатывают рану и накладывают на руку повязку Чтобы не занести инфекцию Вода уже близко, держись Ну вот, наконец, долгожданный родник Постой, пить воду из непроверенного источника нельзя Вначале ее нужно отфильтровать С пластиковой бутылки срезаем дно Вставляем в горлышко фильтр Набираем воду в перевернутую бутылку Фильтр пропускает воду буквально по капельке Так что вместо ладошки лучше сразу подставить бутылку Для изготовления фильтра нам понадобится одноразовый шприц Вынимаем пластиковый поршень Берем таблетки активированного угля Отрезаем от шприца носик и отрезаем лишние части Чтобы остался только цилиндр Неровно обрезанную часть заклеиваем изолентой Угольные таблетки измельчаем в порошок Из ватных дисков вырезаем кружочки При помощи поршня проталкиваем их вглубь цилиндра Засыпаем уголь Сверху угольную крошку тоже накрываем ватными дисками Закрываем крышкой Набрав достаточное количество чистой воды Даем бутылку раненой подруге Может свежая холодная вода немного ее освежит И придаст хоть чуточку энергии Чтобы двигаться дальше Выглядит она совсем не важно Вставай, детка, ты должна справиться Из последних сил девочки добираются до заброшенного пляжа Впереди пролив и он наше спасение Нам всего лишь нужно сделать рывок и попытаться его переплыть Но новой знакомой становится совсем плохо От всего пережитого она даже теряет сознание Очнись, ты чего? Нет времени медлить И подруги принимают неожиданное решение Чтобы перевести раненую девушку на тот берег Им нужно построить плод И замусоренный пластиком пляж Сейчас им как раз на руку Девочки собирают пластиковые бутылки Склеивают их по шесть штук Широким скотчем Собирают блоки воедино Связывают бутылки с помощью веревки Вот как раз и подруга приходит в себя Очень вовремя, нам уже пора отчаливать Но что это с ней? Все-таки укус был смертоносным И новая знакомая тоже превратилась в ходячего мертвеца Стой, не подходи, это же мы Ты что, не узнаешь? Решение дается тяжело Но девочкам приходится избавиться от новоявленной зомби-подруги На звуки выстрела из прибрежной лесополосы Сбегается целая толпа зомби Здесь становится слишком опасно Нужно срочно бежать в воду и плыть Скорее, скорее, они уже близко Девочки хватают плод и со всех ног несутся к проливу Как хорошо, что зомби боятся намочить свои мертвые ножки На этот раз девочкам удалось спастись Вот только что их ждет на том берегу Переплыв залив, девочки наконец-то видят землю Причаливыми швартуемся Как прекрасно снова ступить на твердую поверхность берега Девочки идут по незнакомой дороге Куда же им податься? Уставшие, голодные, без своих рюкзаков Они чувствуют себя чужими на этой новой земле Ура, кажется, мы спасены Осторожно ступая босыми ногами Девочки пробираются по лесной чаще О, на деревьях красные стрелки А значит, мы идем в правильном направлении Смотри, кемпинг Здесь точно есть кто-то из выживших Бежим скорее туда Девочки приближаются к лагерю Ау, есть кто живой? Лагерь пуст, зато на веревке сушатся вещи Сухая одежда как раз то, что нужно после долгого морского путешествия О, и кроссовки моего размера Как вдруг подруга слышит странный шум Похоже, в лагере кто-то есть Только это совсем не люди Палатки трясутся, как от сильного ветра Кто-то пытается вылезти Это же зомби! Сматывай, мудочки! Нас даже нечем себя защитить Случайно подруги замечают веревку И какое-никакое оружие Девочки хватают снаряжения и бросаются на утек Но зомби не отстают Увеличив дистанцию, девочки растягивают веревку И бегут навстречу мертвецам Бегая по кругу, они обматывают мертвую парочку веревкой Для надежности привяжем их к дереву А немного усмирить их пыл поможет найденное в лагере оружие Пара взмахов такой волшебной палочки И разъяренные зомби наконец повержены Берем палку и цепочку с шариком Глинные гвозди приматываем к цепи веревкой Увеличиваем количество гвоздей Чтобы получился вот такой ежик Цепочку прибиваем к одному из концов дубинки Вместо молотка используем камень Расправившись с партией зомби Девочки находят по дороге озеро Наконец-то можно умыться и перевести дух После всех приключений Одна проблема Кушать очень хочется Кстати, может в озере водится рыба? Я как раз делала удочку Нам понадобится длинная палка и шпильки для волос Загибаем плоскогубцами край Согнутую шпильку приматываем проволокой Чуть ниже крепим еще несколько шпилек Крепим и наматываем леску Откусываем от шпильки ножку Делаем из нее крючок Затачиваем об камень Вместо поплавка крепим найденный по дороге желудь В качестве грузила Используем металлическую гайку Привязываем к леске крючок Находим червяка для наживки Насаживаем приманку на крючок И забрасываем удочку Ловись, рыбка, большая-пребольшая Что-то совсем ничего не ловится Идея оказалась провальной А нет, смотри Клюет Желудь полностью ушел под воду Чего ты ждешь? Подсекай! Рыба! Мы ее поймали! Мы спасены! Девочки насаживают улов на палочку Славно сегодня порыбачили Теперь нужно найти место для готовки По пути им встречается полуразрушенная фабрика Жуткое место Может быть, там они найдут что-то полезное Главное не встретить еще парочку мертвецов Как здесь пустынно и страшно Блуждая по развалинам Девочки находят старые консервные банки И листы линолеума Это именно то, что нужно После заброшенной фабрики Девочки отправляются в лес О, а здесь отличное место для привала Супер! Можно заняться снаряжением и готовкой Для начала берем две толстые палочки Затачиваем концы ножом Кончик должен быть очень острым По центру вытачиваем небольшие углубления Для более плотного стыка Складываем палки крест-накрест Крепко перевязываем веревкой Делаем несколько деревянных сюрикенов Из линолеума вырезаем пятиугольник Намечаем и проделываем отверстия по краям Кусочки кожи крепим вот так Зашнуровываем защиту на руке Вставляем сюрикены в кожные ремни Ниндзя против ходячего мертвеца Как думаешь, кто победит? А пока одна подруга затачивает сюрикен Вторая занимается приготовлением обеда Берем две консервные банки Обводим маркером дно маленькой банки Вырезаем ножом по контуру Дно маленькой банки тоже вырезаем Соединяем банки вот так Закладываем в банку хворост Поджигаем Гори-гори ясно, чтобы не погасло Затачиваем длинную палку Насаживаем на нее очищенную рыбу Шашлык из рыбы неплохо Жаль, только есть его придется без гарнира Как это? Смотри, что я нашла в лагере для выживших Целая банка кукурузы Только вот как ее открыть без консервного ключа? Ну это вообще не проблема Используй обычный камень Поверхность камня должна быть не гладкой, а шероховатой С усилием трем камнем о жестяную крышку Поддеваем и отгибаем край крышки Вау, кукурузка, как же я по тебе скучала А вот и рыбка готова Рыбы на гриле и кукурузный гарнир Что может быть вкуснее? Когда кукуруза будет съедена Нагреваем в банке воду для чая Протыкаем банку металлическим прутом И устанавливаем конструкцию над огнем Готово? Как же хорошо сидеть у костра и болтать с подругой о чем-то приятном Но коварные мертвецы не дремлют Осторожно, сзади Зомби атакуют подругу Хорошо, что успела руки защитить Рукава из линолеума ей явно не по зубам Подруга приходит на помощь и оттягивает мертвеца Бросок сюрикеном И зомби пришпилина к стволу Девочки скрываются в зарослях Сматываемся В этом лесу еще целая куча зомби Девочки бегут со всех ног Но вдруг одна из них спотыкается и падает Стоп, а где же подруга? Наверное, побежала в другую сторону Главное сейчас оторваться от зомби Потом придумаю, как ее найти Может быть, если я запущу летающего змея Она увидит и поймет, куда надо идти Для этой идеи берем старый зонтик и нож Вырезаем вот такой сектор Закрепляем спицы проволокой Затягиваем на спицу ткани и подшиваем Крепим кусок ременной ленты Кусочки нитки крепим крест-накрест вот таким образом Запускаем змея в небо Но затея не увенчалась успехом Подруги все так же нет Наша героиня просто в отчаянии Как она только умудрилась потерять свою единственную подругу А еще она очень устала, но спать в лесу слишком опасно Все вокруг просто кишит зомби Вот если бы можно было забраться чуть повыше Но не могу же я спать, как пантера на ветке О, покрывало Должно быть, кто-то его оставил после пикника А еще нам пригодится специальный спасательный пояс Берем длинный паракорд Завязываем на конце узелок Затягивая веревку петельками Плетем из шнура вот такую цепочку Второй конец шнура тоже закрепляем узлом Соединяем петли металлическим карабином Цепляем к ремню еще несколько карабинов В случае экстремальных ситуаций Такой пояс просто незаменим Он легко распускается И меньше чем за минуту превращается в длинную веревку Складываем одеяло вдвое Завязываем узлы по углам Забрасываем одеяло на ветку Крепко привязываем веревкой Получился комфортный домик на дереве Залезаем внутрь В гамачке так удобно, уютно И что самое важное, безопасно Зомби точно не дотянуться Да и как они узнают, что я здесь? Проснувшись утром в гамаке Наша героиня обнаруживает под собой целую толпу зомби Стоп, только не паниковать Но только как же здесь не паниковать? Главное не свалиться Главное не свалиться Вдруг один из зомби проявляет невиданную ловкость И срывает гамак с дерева Все пропало! Не ешьте меня, я невкусная! Уворачиваясь от лап зомби, Джейн пытается уползти, но упирается спиной в камень Неужели конец? Но что это за свист? Подобной наглости зомби явно не ожидали Они застыли в легком шоке Что это за загадочная фигура в черной накидке? Знакомьтесь, это Зомбастер И по всей видимости, он совсем не боится этих жутких мертвецов Зомбастер скрывается за деревом И толпа зомби устремляется за ним Но что это? Мертвецы разлетаются в стороны, как мягкие игрушки Сила незнакомца просто восхищает Чуть живая от страха, Джейн не знает, что ей делать дальше Зомбастер подает ей руку Кажется, он ничуть не опасен Не говоря ни слова, он уводит девушку за собой Куда мы идем? Похоже, он ведет меня в свое тайное логово Все это напоминает какую-то авантюру Они спускаются в убежище Да это же настоящий постапокалиптический бункер Джейн еще не в курсе, какой сюрприз ее ждет За одной из дверей Именно здесь прячется ее подруга Лили Она уже и не надеется увидеть Джейн в живых Как вдруг живая и невредимая подруга появляется в комнате Это просто какое-то чудо Как ты вообще могла здесь оказаться? О, это долгая история Знакомься, это мой спаситель Кстати, он и мой спаситель тоже Так все-таки, куда ты тогда пропала? Убегая от зомби, я споткнулась и ударилась головой Там меня и нашел этот храбрый и смелый юноша Сначала он сомневался, выживу ли я вообще Но все-таки попытался меня спасти Он говорит, я потеряла много крови Если бы не его помощь, мы бы с тобой, наверное, больше никогда не встретились Представляешь, голова еще немного побаливает, но в целом со мной все отлично Я пришла в себя уже в бункере Зумбастер принес воды и я рассказала, что потеряла подругу Мы познакомились и стало ясно, что он отличный парень Поэтому я сразу дала твою фотку и попросила поискать тебя где-то в окрестностях Ну, собственно, дальше ты все знаешь Самое время обсудить, как жить дальше Как пополнить припасы, где найти воду И как при всем этом не наткнуться на зомби Да уж, вопросов пока больше, чем ответов Девочки изучают план местности, чтобы хоть немного сориентироваться Что это за звук? Сигнал тревоги Сидите здесь, я посмотрю Зумбастер выбегает наружу и смотрит в бинокль Так и есть Сработала система зомби-оповещения Зомби привел к убежищу кровавый след Чтобы вовремя узнать о приближении мертвецов Зумбастер натягивает на пути к логову веревку Острым лезвием ножа затачивает палку Чтобы сделать нож, берем крышку от железной банки и палку Крышку сгибаем пополам Один из краев отламываем Вставляем в щель в палки Проделываем отверстие и приматываем лезвие к рукоятке проволокой Затачиваем края камень Нож готов Зумбастер вбивает колышек в землю и привязывает к нему конец веревки Фиксирует на палке фаер Фитиль запала приматывает к веревке Ну вот, теперь зомби не пройдут незамеченными Мертвецы задевают ногами растяжку И раздается громкий взрыв Местность окутывают клубы синего дыма Девочки уже места себе не находят Как ты думаешь, что это было вообще? Зомбастер возвращается с каким-то странным ящиком Зомби уже на подходе Самое время принарядиться Зомби фэшн из май профэшн Что это? Хаки? Обожаю милитари стайл Дополняет образ чокер антизомби Берем полоску резины и саморезы Вкручиваем саморезы по всей поверхности Продеваем по краям отверстия И завязываем на концах куски веревки С такой защитой зубы зомби не страшны В борьбе с зомби поможет и небольшой кастет Берем три гайки и армированную нить Соединяем гайки между собой И одеваем приспособление на пальцы Зомби мало не покажется Зомбастер уже защищает себя специальным наплечником Чтобы сделать такой, берем кусок резины Вырезаем вот такую деталь Проделываем по краям отверстия Присоединяем деталь меньшего размера Скрепляя все шурупами Для крепления используем ременную ленту С пластиковыми защелками Ну какая примерка амуниции Может пройти без короткого дефиля Мы готовы? Берегитесь, противные зомби А ну-ка, девочки, покажите, на что вы способны Тренировка в стиле Рокки Бальбоа? Вообще не вопрос Девочки отрабатывают приемы на груши и манекене А зомбастер помогает поставить правильный удар Получай! На, на! А как тебе такой хайкик? Ребята выбегают из укрытия и бегут к ловушке Как же поступить? Принимают решение, что Лили возьмет на себя роль приманки И приведет зомби в ловушку Остальные будут ждать ее в засаде Для ловушки понадобится веревка и маскировочная сетка Выбираем подходящее место Завязываем двойные узлы по углам сетки Растилаем сетку на земле Приматываем к узлам веревку Связываем веревки по центру, чтобы получился такой парашют Конец веревки забрасываем на ветку дерева Ждать пришлось недолго Зомби-монстры уже гонятся за Лили Так, двоих поймали Но третий мертвец все еще остается на свободе С ним зомбастер расправится при помощи лука Супер точное попадание Для изготовления лука берем найденный кусок пластиковой трубы, гвоздь и веревку Завязываем на конце веревки петлю Вкладываем ее в трубу и протыкаем гвоздем насквозь Конец гвоздя загибаем То же самое проделываем с другой стороны, натянув веревку Лук готов Теперь берем тонкие ветки, гвозди и пластиковые стяжки Стяжку соединяем в кольцо и крепим ею гвоздь к краю ветки Добавляем еще несколько стяжек для надежности Концы обрезаем Готово А колчан сделаем из пачки от Принглс, ременной ленты и веревки Приматываем край ленты к Принглс и продолжаем наматывать веревку дальше Соединяем карабины, колчан для стрел готов Понятное одно Зомби здесь целая куча И самим им с ними не справиться Лучше вернуться в укрытие и переждать, пока они пройдут мимо Следы крови Лили Вот что приманило всех этих зомби К логову стягивается огромная толпа мертвецов Но решетка так просто их не пропустит Кажется, ребята в безопасности Ну что это? На горизонте появляется Зомбосс Суперсильный мутант Он расталкивает зомби и с легкостью ломает металлическую решетку Зомби устремляются прямо в логово Как же наши герои теперь спасутся? В поисках свежих мозгов мертвецы несутся по гридорам убежища Они уже совсем близко Спасайся, кто может! Ребята строят баррикады из того, что только могут найти Но голодные зомби сносят все на своем пути Может быть, хоть эта решетка поможет им убежать? Но зомби не задерживаются здесь надолго Под напором толпы мертвецов решетка открывается И зомби уже дышат им в затылок Паника нарастает Как быть? Неужели это конец? Выход один Уходить радиоактивным коридором Слишком рискованно, но это последняя мера Девочки защищают лица масками из бутылок Для их изготовления берем большую пластиковую бутыль Отрезаем часть боковины Откручиваем крышку и прокалываем шилом отверстие Получилось вот такое сито Берем небольшой кусок ткани Смачиваем его водой и вкладываем в крышку Закручиваем К вырезу крепим резинку Края обрабатываем скотчем Защитная маска готова Девочки собираются нырнуть в опасный коридор Как вдруг слышат то, чего бы им никогда не хотелось услышать Зомбастер остается О нет, пойдем с нами Но единственный шанс на спасение Это задержать зомби, приняв удар на себе Иначе не выживет никто Зомбастер лихо отбивает первую атаку зомби Но их слишком много Одному ему не справится Толпой мертвецы валят его на землю Он сделал все, что мог А в это самое время девочкам удается выбраться наружу Сегодня они спаслись Но цена, которую они заплатили за спасение Оказалась для них слишком велика Как бы там ни было, нужно побыстрее уходить Кто знает, что ждет их в этом лесу Ценой своей жизни отважный зомбастер дал девочкам шанс на спасение И они чудом выбираются из бункера Что их ждет впереди Неизвестно Ясно только одно Их силы на исходе Запасов провианта нет К тому же в этом лесу совсем небезопасно Брррр Вдобавок здесь еще и так холодно Пожалуй, стоит соорудить какое-то укрытие для ночлега Подруги собирают ветки Хорошо, что в этом лесу так много строительных материалов Огромную палку закрепляем на дереве Укладываем боковые жерди Ставим палки с двух сторон под уклоном Располагая их как можно ближе друг к другу Накрываем сверху мелкими ветками с листьями Ну хоть какая-то маскировка от этих вездесущих зомби Шалаш готов Скорее в укрытие А что, здесь довольно уютно? Жаль, только нет системы отопления Солнце садится и в лесу становится еще холоднее Бррр, моя любимая, домашняя пижама Как же мне тебя не хватает Согреться в импровизированной палатке Девочкам поможет свеча из подручных материалов Берем пустые банки от газировки В одну из банок прорезаем квадратное отверстие Со второй срезаем верхнюю часть Помещаем в банку подставку Кусочек натуральной ткани сворачиваем рулоном Оборачиваем кусочком жести Нам понадобится растительное масло Заливаем немного масла в банку Возвращаем подставку на место И помещаем в отверстие фитиль Поджигаем свечку Очень скоро банка наберет тепло И девочки согреют свои замерзшие ладошки К тому же источник света в ночном лесу будет совсем не лишним Немного согревшись, девочки засыпают в своем новом временном доме Но зло не дремлет Запах выживших учуял зомби И он уже подбирается к их жилищу Тсс, наше убежище рассекретили Мамочки, он сейчас разрушит шалаш Нужно срочно делать ноги Девочки выбираются из шалаша И пытаются скрыться в лесной чаще Зомби неустанно следуют за ними Он вот-вот нас догонит У нас нет другого выхода Нужно обороняться Придется применить оружие Хорошо, что у Джейм есть специальная зомби-стрелялка Нам понадобится широкая трубка и резинка Крепим резинку к трубе при помощи пластиковой стяжки Плотно затягиваем, чтобы резинка не выскользнула Китайские палочки для еды затачиваем Вставляем дротик в трубку и оттягиваем его вместе Резко отпускаем дротик вылетает из трубки Целимся Перезаряжаем Еще один выстрел Зомби-мишень терпит поражение После нескольких метких выстрелов Ходячий мертвец падает на землю Бежим, пока шум не привлек еще целую толпу зомби Девочки выбираются из леса на широкую дорогу О, смотри, многоэтажки Совсем близко какой-то город Посмотрим, что там Они бродят по пустынным улицам Город как будто бы вымер Хотя, почему как будто? Подруги присаживаются на лавочку На детской площадке так тихо Никак не привыкнул к мысли, что выживших осталось так мало О, смотри, что это? Вроде бы пульт управления А вот и сама машинка Странно, что батарейки еще живые Может, возьмем ее с собой? Думаю, она может сослужить неплохую службу Даже пробираясь по пустым переулкам Не стоит забывать, что за поворотом Тебя может ждать целое скопище голодных мертвецов Чтобы не попасть в просак при встрече с зомби Подруги используют селфи-палку Со старой пудреницы снимаем зеркало Берем обычную селфи-палку Вставляем зеркальце в разъем металлического держателя для телефона Настраиваем нужный угол обзора Главное соблюдать правила безопасности Чтобы увидеть, кто скрывается за углом здания Вытягиваем селфи-палку и смотрим в зеркало Теперь можно спокойно ходить по городу И не привлекать к себе лишнее внимание Так, здесь все чисто Проходим Девочки добираются до продуктового магазина Ура! Хоть бы здесь осталось что-то из еды Девочки безумно проголодались Но безопасность превыше всего Заглядываем в зеркало через стеклянную дверь Ой-ой-ой Да здесь же целый зомби-ленд Это что, встреча выпускников школы ходячих мертвецов? Они просто оккупировали это место Как ни крути, магазин с продуктами Это объект повышенной значимости А значит, мы должны в него пробраться Для отвлечения зомби девочки придумывают хитрый лайфхак Нам понадобится машинка на ручном управлении И несколько банок из жести К ключу открывашки привязываем веревку Концы веревок соединяем и крепим к машинке Давим на газ при помощи пульта И машина отъезжает от магазина Вребежание банок по асфальту не может оставить зомби равнодушными Толпа мертвецов выбегает из магазина И бездумно следует за странными звуками Обрадовавшись легкой победе Подруги проникают в магазин Ух ты, сколько здесь всего Просто глаза разбегаются Теперь запасов провизии должно хватить надолго О, кстати, а вот и продавец за прилавком Как для времен зомби-апокалипсиса Сервис в этой торговой точке просто изумительный Да это же зомби-продавщица Скорее бежим отсюда Среди полезных вещей Картонные коробки Ну что ж, для начала хватит и этого Склеиваем куски картона скотчем Возвращаем коробке ее первоначальный вид Склеиваем смежные стенки Залезаем внутрь Получаются отличные маскировочные костюмы Проделываем отверстие для глаз Теперь ты можешь увидеть, куда держишь путь Ну и чем тебе не лайфхак? Перед подругами стоит нелегкая задача Пройти через площадь, которая просто кишит мертвецами Короткими перебежками девочки преодолевают самое опасное место Зомби реагируют на движение Поэтому при любой потенциальной опасности Замираем и притворяемся обычными пустыми коробками Фух, опасность вроде миновала Ходячих рядом нет Девочки сбрасывают свои картонные наряды Спрятавшись в укромном месте, подруги пробуют зарядить телефон Спросишь, чем? Ведь электричества нет уже много дней Нам понадобится 4 пальчиковых батарейки и шнур от зарядного устройства Канцелярским ножом счищаем изоляцию Разделяем провода Лишнее отрезаем Соединяем батарейки изолентой Кусочками провода соединяем плюсы и минусы смежных батарей На плюсы и минус крайних батареек накидываем по проводу от зарядного шнура Вставляем кабель в разъем телефона Смотри, телефон включился! Заработало! Ура! Интернета нет, но попробуй поймать радиоволну Может, удастся найти кого-то из выживших? У нас получилось! Получилось! Неподалеку есть лагерь для выживших Осталось только найти самый короткий путь Идем на сигнал В конце тоннеля замаячил свет И у девочек появилась надежда на спасение Как вдруг на радио происходит сбой Сильные помехи, шум, выключи телефон Выключи его скорее! Паника не лучший помощник Но как держать себя в руках, когда все вокруг просто рушится? На поднятые девочками шум прибегает зомби Как она быстро здесь оказалась? Она с разбега бросается на Лилии и пытается отгрызть ей руку Какое счастье, что опыт выживания в условиях апокалипсиса Научил Лилии всегда быть готовой Ее рука защищена специальным рукавом антизомби Зону предпилечья и кисть руки Обматываем пищевой пленкой Делаем несколько слоев Особое внимание уделяем защите пальцев Обматываем сверху широким плотным скотчем Разрезаем и снимаем необычную перчатку Берем веревку Гвоздем пробиваем отверстие по краям Вставляем шнуровку Готово! Пока Лилии самоотверженно сражается зомби, Джейн приходит в себя У нее же есть арбалет! Как она могла про него забыть? Для изготовления оружия понадобится палка разных размеров Одну из палок ставим на ребро Устанавливаем вторую под углом Вбиваем пару гвоздей в качестве крепежа Далее берем резинку и прищепку Забиваем по гвоздику по краям Цепляем на каждой по резинке Берем небольшой кусочек ткани Крепим к нему резинку с двух сторон Деревянную прищепку прибиваем к рукоятке арбалета Натягиваем резинку и закрепляем по центру прищепкой Заряжаем арбалет камнем Сжимаем концы прищепки Снаряд вылетает из пращи Оглушив зомби парочкой каменных выстрелов Джейн хватает подругу и они убегают Но не тут-то было Целая толпа зомби гонится за ними по пятам Похоже на звуки драки Сбежались все зомби этого города Мертвецы буквально заполонили улицу И продолжают преследовать девочек Их слишком много Бежим! Скорее бежим! Но бежать особо и некуда В отчаянии девочки бросаются к припаркованной у обочины машине Замки закрыты Проверяем вторую О чудо, она открыта Подруги прячутся в машине Которую тут же со всех сторон облепливают зомби Они мучат, рычат, страшно раскачиваются во все стороны В зажигании нет ключа Нам конец Уехать мы отсюда не можем А мертвецы вот-вот разобьют стекла Похоже мы крепко влипли Это западня Мамочки, как же мне страшно Что произойдет дальше И смогут ли девочки выбраться из ловушки Ты узнаешь в следующей серии зомби-апокалипсиса Понравился выпуск про ходячих мертвецов? Напиши в комментарии, какими бы были твои действия Окажись ты на месте девочек Ставь лайк этому видео, если ждешь продолжения Подписывайся на канал и обязательно жми на колокольчик Чтобы не пропустить новую зомби-историю от Трум-трум Селект 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 Селект